Массовые протесты в России после ареста народного губернатора Сергея Фургала. Массовые митинги вновь потрясли российский дальневосточный город Хабаровск в субботу, когда десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против ареста губернатора региона по обвинению в причастности к множественным убийствам. По оценкам местных СМИ, митинг в городе в 3800 милях к востоку от Москвы собрал от 15 тысяч до 50 тысяч человек. На этой неделе сотни людей протестовали в центре города против ареста Сергея Фургала, отражая широко распространенный гнев по поводу ареста народного губернатора и кипящее недовольство политикой Кремля. Губернатор Хабаровского края Фургал был арестован 9 июля и вылетел в Москву, где его посадили на два месяца. Следственный комитет России заявляет, что его подозревают в причастности к нескольким убийствам бизнесменов в 2004 и 2005 годах. Фургал отрицает обвинения, которые связаны с его деятельностью в качестве бизнесмена с бизнесом, начиная от импорта товаров народного потребления до древесины и металлов. Жители Хабаровска отвергли выдвинутые против него обвинения как необоснованные и осудили Кремль за нападение на губернатора, которого они избрали. «Дело не только в этом, независимо от того, законен ли арест Фургала или нет. Людям надоело то, как к ним относятся, что власти могут просто отобрать их выбор», заявил в субботу агентство Associated Press один из протестующих Михаил Ярощенко. Член националистической либерально-демократической партии Фургал был избран губернатором в 2018 году, победив действующего президента, поддерживаемого Кремлем. Его победа оказалась неожиданной, Фургал не проводил активных кампаний и не поддерживал позицию Кремля, публично поддерживая своего соперника. Тем не менее, люди проголосовали за него, нанеся унизительный удар основной кремлевской партии «Единая Россия», которая в последние два года теряла места в региональных администрациях. За два года пребывания у власти Фургал заработал репутацию народного губернатора. Он сократил собственную зарплату, распорядился продать дорогую яхту, купленную предыдущей администрацией, встретился с протестующими, когда произошли митинги, и значительно снизил стоимость авиабилетов для жителей отдаленных районов края. Фургал стал политическим символом для жителей региона, и все обвинения, какими бы серьезными они ни были, имеют другое, не политическое измерение, заявил политический аналитик Абаз Галямов в своем посте на Facebook в начале этой недели. В минувшую субботу в центре города собрались толпы, до 35 тысяч человек. Протестующие требовали, чтобы суд над Фургалом был перенесен в Хабаровск, и один из них сказал, мы выбрали его, и мы должны его судить. Некоторые подвергли сомнению сроки ареста, указав на то, что Фургал на протяжении десятилетий работал законодателем в российском парламенте, а затем баллотировался на пост губернатора, во время которого обвинения в убийстве не выдвигались. Протесты, не санкционированные властями, являются крупнейшими из когда-либо проводившихся в Хабаровске, городе с населением 590 тысяч человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию нестандартной на этой неделе. Москва еще не назначила исполняющего обязанности губернатора через 11 дней после ареста Фургала. Массовые толпы людей в субботу собрались, несмотря на попытки местных чиновников отговорить людей, выходить на улицы, ссылаясь на эпидемию коронавируса и предотвращенную террористическую угрозу. Полиция не вмешивалась в митинг. Протестующие держали плакаты с надписью «Свободу» губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и скандировали «Я, мы, Сергей Фургал, вся страна за Фургала». Митинги в поддержку Фургала также прошли в субботу в Комсомольске-на-Амуре, другом крупном городе Хабаровского края и во Владивостоке в соседнем Приморском крае. «Хотя мне почти 70 лет, я искренне беспокоюсь о своем регионе, о России и нашей нации, о Фургале и свободе. Я хочу, чтобы мы были свободными», заявила протестующая в Хабаровске Алла Соколова. Продолжение следует...